Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 28 апреля, день Пуда, назван в честь святых апостолов Алистарха, Пуда и Трофима. Святой Пуд был членом римского сената. Будучи благочестивым и добродетельным человеком, он принимал в доме в своем святых апостолов Петра и Павла. У него собирались и другие христиане для молитвы. Его дом впоследствии обратился в церковь, получившую наименование пастырское. Все упомянутые три апостола скончались в Риме вместе с апостолом Павлом, будучи усечены мечом. Существовало поверье, что в этот день можно изгонять смерть при помощи определенного обряда. Сегодня заготавливают почки рябины и калины. Их считали целебными и знахари готовили различные настои для лечения. Сегодня готовили настои для облегчения зубной боли. Существовал такой обряд. Сегодня нужно было подойти к рябине, погрыз любую веточку дерева и сказать, «Рябина, рябина, полечи мои зубы, а не вылечишь, и сгрызу тебя всю». Одновременно молились и святому Пантелеймону-целителю. После этого в течение всей жизни этот человек не должен был есть ягоды рябины. Если цвели деревья, выставляли под них ульи с пчелами. Приметы. Если пчелы сегодня рано возвращались в ульи, в ближайшее время наступит сильное потепление. В этот день не работали допоздна. Большое несчастье накличешь. Заря утром красного цвета, погода будет ветреная и дождливая. Если ночью сегодня холодно, а днем очень жарко, установится хорошая погода. По оврагам земля замерзла, урожай будет малым. Ясный день, а вечером на небе облака зрущаются. Вскоре пойдет дождь. Луна или солнце при восходе и заходе как бы искажаются, дело идет к теплу. Кулики прилетели, весна уже к середине подходит. 23 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная, поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны неконтролируемые всплески, раздражения и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи, появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после охрабить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!